обзор горизонтальных алюминиевых жалюзи системы holis шириной ламелей 25 миллиметров значит ламели алюминий карниз в данном случае он прикрыт валансом карниз всегда белый и всегда из стали окрашенной стали в белый цвет ламели могут быть различных цветов все это есть карточки товара интернет-магазина железник адрес железник точка ру управление управление происходит поворотным стержнем осуществляется поворот ламелей вокруг своей оси почти на 180 градусов тем самым можно регулировать просвет веревка управления веревка управления производится подъем полотна жалюзи верхнюю часть подняли полотно зафиксировали можно помыть окно посмотреть что там на улице происходит и также с помощью веревки опустили баланс баланс это дополнительная опция которая также будет присутствовать в карточке товара в общем то состоит из двух кронштейнов которые будут ставлены ламели того же цвет цвета из чего состоит основное полотно жалюзи если баланс будет отсутствовать то просто у вас будет карниз белого цвета фиксаторы нижнего отвеса существует три основных типа это пластиковые фиксаторы установлены они у нас на левой створки подробнее посмотрите их видео о монтаже горизонтальных жалюзи также она будет в карточке товара потом усиленный магнит который устанавливается без сверления створки на двухсторонний скотч и также можно любой из этих видов заменить магнитами блестящими с потаем 3 на 10 миллиметров при использовании нижних отвесов полотно изделие у нас всегда находится параллельно створки не болтается не провисает не громыхает от сквозняка всем спасибо горизонтальные жалюзи системы колес вы можете заказать на нашем сайте мы изготовим изделия ваш размер и отправим их либо почтой россии либо транспортной компании в любую точку российской федерации вам останется только их смонтировать о том как снять размеры как заказать как смонтировать изделие описание всех дополнительных комплектаций об этом вы обо всем узнаете уже непосредственно в карточке товара также там будут самые подробные видео здравствуйте друзья на решил записать небольшой скринкаст для заказа горизонтальных жалюзи системы холис а в интернет-магазине железник сайт железник точка ру в принципе сайт интуитивно понятен с подсказками но тем не менее для заказа вам рекомендуется сразу зарегистрироваться в кабинете это позволит вам сохранять все ваши введенные данные и начать с главной страницы последовательно выполняя все последующие шаги смотрим видео на первой странице если вы его не видели выберите тут у вас подсказки выберите интересующий вид жалюзи и мы выбираем горизонтальные жалюзи далее нам нужно выбрать систему горизонтальных жалюзи здесь их будет несколько выбираем холис 25 смотрим обзор системы холис 25 пока он здесь быстрый но потом здесь будет полный обзор где все подробно расскажется как замерить как смонтировать про дополнительные комплектации и так далее смотрев это видео вы будете иметь полное представление о этой системе горизонтальных жалюзи на этом шаге вам необходимо выбрать цвет алюминиевых ламелей расцветочек очень много пока их 166 видов ну и выбираем мы допустим первый вид да можете предварительно не переходя в карточку товара увеличить посмотреть видео каталог амиго я поставлю на паузу по поводу видео но все видео записываются в 4 река поэтому не забудьте выставить максимальное разрешение для своего монитора чтобы посмотреть качественное видео и также можете увеличить фотографию титульную посмотреть покрупнее как она выглядит естественно при заказе лучше пользоваться каким-то стационарным устройством или персональный компьютер ноутбук который имеет большой экран чтобы вам было нагляднее все это рассматривать ну и понравившиеся изделия в данном случае цвет ламелей переходите в карточку товара где вы можете ознакомиться с характеристиками прочитать краткие отзывы кстати не забудьте сами сами оставлять отзывы все оставленные отзывы поощряются нами путем предоставления значимой скидки на последующие покупки в нашем магазине где и какие скидки акции сейчас действует об этом вы можете посмотреть на страничке акции так вернемся обратно да и отзывы могут оставить только те люди которые приобрели товар нашем интернет-магазине получили их на почте либо в транспортной компании и статус у которых имеют стату заказа имеет значение исполнить то есть завершенный заказ просто гости оставлять сообщение не имеют права оставляйте оставляйте отзыв прикрепляйте три фотографии с получившимися изделиями наш сисадмин проверяет эту информацию если она актуальна мы предоставляем вам скидку на следующие покупки абсу оба скидки вам будет известно в личном кабинете при последующем посещении так переходим дальше вам нужно заполнить параметры изделия для того чтобы сформировать то изделие какой у вас будет что вам в этом поможет если вы что-то не знаете о том как заполнить ту или иную графу как снять размеры также есть кликабельные ссылки нажав на которые вы посмотрите подробное видео с пояснениями как что замерить где куда что добавить давайте быстренько заполним карточку товара левая тут допустим так так чекбокс проставили и нажав на кнопку купить товар добавляется у вас корзину далее все просто заходите в корзину нажимаете кнопку оплатить доставку и в общем разберется там снимем размеры горизонтальных алюминиевых жалюзи системы holis 2525 это ширина ламелей горизонтальных жалюзи 25 миллиметров размеры снимаются очень просто по габаритам изделия ширина по габаритам высота по габаритам но есть нюансы объясняю первым делом подойдя к своим окнам опять же поймите куда вы планируете их устанавливать колес можно ставить либо отдельно на каждую створку непосредственно на профиль пластикового окна либо можно установить на стену закрыв весь проем в нашем случае мы будем ставить отдельно на каждую створку и приступим для этого перейдем к доске итак друзья для начала снимем ширину и высоту наших изделий на левую створку значит давайте по традиции установим жалюзи на саморезы внизу установим магниты 3 на 10 которые будут держать нижнюю планку на правую да и управление сделаем сделаем с левой стороны там у нас будет поворотный стержень и веревка который подниматься будет вся стопка вверх на правую створку поставим жалюзи на скотч внизу давайте сделаем усиленный магнит тоже который на скотч ставится чтобы вы могли видеть что створка не будет у нас портится никакие элементы мы на саморезы на открывную створку устанавливать не будем и давайте добавим декоративный элемент такой как баланс но это все позже приступим итак давайте сделаем небольшую табличку так у нас стенд левая створка будет и стенд правая створка так ширина левой створки высота левой створки и здесь то же самое все размеры на сайте будем вводить в миллиметрах не забывайте об этом так ширина левой створки снимать размеры будем по замку штапиков и это будет габаритный размер изделия и карниза и ламелей они все одинаково ширина горизонтальных жалюзи 550 миллиметров запишем на доску вы на сайт 550 миллиметров высота изделия горизонтальных жалюзи также снимается по замку штапиков плюс 40 миллиметров почему с плюс 40 миллиметров потому что карниз у нас будет чуть выше замка штапиков и здесь нижний отвес опять же будет чуть ниже замка штапиков поэтому высота плюс 40 миллиметров высота у нас 1220 плюс 40 миллиметров 1260 миллиметров 1260 миллиметров высота левой створки снимем размеры правой створки снимем размеры правой створки ширина 450 запишем 450 миллиметров и высота 1120 опять же плюс 40 миллиметров 1160 миллиметров таким вот образом снимается и ширина и высота горизонтальных жалюзи системы holis все остальное вы узнаете дальше в карточке товара также там будут подробные видео какое выбрать управление горизонтальными жалюзи вообще что такое управление управление это то с какой стороны относительно изделия у вас будет установлен механизм управления у горизонтальных жалюзи механизм управления это поворотный стержень и веревка управления воротным стержнем производится поворот ламелей вокруг своей оси, а веревкой управления производится подъем всей стопки ламелей в верхнюю часть изделия. Основная рекомендация по поводу выбора управления это то, располагайте управление там где вам удобно. В нашем случае мы и поворотный стержень и веревку сделаем относительно вот этого изделия с левой стороны, на правую створку, с правой стороны. Все просто. Варианты крепления нижнего отвеса. Для тех кто посмотрел монтаж, я думаю для тех людей уже все будет понятно. Но тем не менее, существует три основных способа зафиксировать нижний отвес горизонтальных жалюзи системы Холлис, чтобы изделие у вас не провисало. Так, ну и начнем с того, если вы не закажете ни один из видов крепления нижнего отвеса, каким образом у вас будет выглядеть изделие и какие сложности будут способствовать использованию жалюзи. Значит, на открывной створке у нас установлен усиленный магнит, который устанавливается на скотч вот такой вот. Представим, что его нету и, открыв створку на проветривание, изделие у вас будет висеть вот таким вот образом. С использованием любого из способов фиксации нижнего отвеса вы получаете вот такой результат. Полотно горизонтальных жалюзи у вас находится всегда параллельно створке, вне зависимости от того, открыта она на проветривание, распахнуто, есть ли сквозняк, ветер и так далее. Полотно зафиксировано. Какие же... Так, в том случае, если вы выбираете нет, у вас не будет ни одного крепления. Если вы выбираете магниты 3х10, у вас будут присутствовать на стандартной створке два вот таких магнита. Они с потаем под саморезы и плюс два небольших самореза. Просто они сейчас заняты, у нас установлены на створке саморезы. Это магниты 3х10. Если вы выбираете магнит на скотч, будет присутствовать вот такой магнит. Он достаточно мощный. Его хватает одного на стандартную створку и на широкие створки мы вам положим два магнита. Если вы выбираете фиксаторы, если вы выбираете фиксаторы, у вас будут вот такие вот пластиковые фиксаторы и два вот таких цилиндрика, которые вставляются в нижний отвес. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого из способов крепления. Если без крепления, с этим все ясно. Если мы используем магниты 3х10, блестященькие, из потаем, самые популярные, самые доступные. Всем хороши, не требуют каких-то дополнительных действий со шторой. Просто поднимаете полотно жалюзи вверх и опускаете при необходимости. Недостатки достаточно хрупкие. Очень легко лопаются, если их перетянуть при монтаже, перекрутить саморезом. Это неодимовый магнит, хрупкая вещь. Значит, что касается усиленных магнитов. Собственно, нет недостатков. Магнит мощный, классный, не требует сверления пластиковых окон. Да, кстати, к недостаткам магнитов 3х10 можно отнести и тот момент, что придется засверливать небольшие дырочки в раме пластикового окна. У усиленного магнита такого нету. Он просто устанавливается на скотч. Все это в монтаже написано подробно. К отрицательным моментам можно отнести только то, что он бывает в исполнении только белого цвета. Соответственно, его имеет смысл устанавливать, если у вас рама пластикового окна имеет белый цвет. Если же она ламинированная под дерево, то лучше, конечно, установить магниты 3х10. И третий способ установки. Пластиковые фиксаторы, бюджетники и недорогие фиксаторы хорошо крепят нижнюю планку. Управлять изделием поворотом ламелей можно осуществлять. Они у нас сейчас установлены вот на этой створке. Можно осуществлять без проблем. Но для того, чтобы поднять полотно жалюзи вверх, к примеру, для того, чтобы окно помыть, нужно производить дополнительные действия с нижним отвесом. То есть его нажать и освободить из этих фиксаторов. Затем уже можно поднимать полотно. И также, чтобы зафиксировать, нужно ставить его в эти фиксаторы. Собственно, это все, что я хотел сказать вам о способах крепления нижнего отвеса горизонтальных жалюзи. Заказывайте изделие у нас. Мы изготовим изделие непосредственно в ваш размер с выбранным цветом ламелей и отправим вам свои изделия в любую точку Российской Федерации, Почтой России или транспортной компании. Итак, друзья, что такое валанс? На левом изделии у нас установлены кронштейны для валанса. И в эти кронштейны вставлены две ламели такого же цвета, из чего выполнено основное полотно горизонтальных алюминиевых жалюзи системы Холес с шириной ламелей 25 миллиметров. На правом изделии валанс у нас отсутствует. Когда же уместно заказывать валанс? Когда у вас полотно ламелей выполнено в какой-то отличный цвет от белого, то можете заказать валанс, в который ставятся те же самые ламели и закроют дополнительные механизмы управления, куда вставлен поворотный стержень, веревка управления. Всего этого у вас видно не будет, как вот на этом изделии. Мы будем устанавливать валанс на оба изделия. Давайте смонтируем его на правую створку. Возможно, вы уже видели видео о монтаже изделий, каким образом устанавливается валанс. Если не видели, посмотрите. Значит, у кронштейнов для валанса имеются вот такой зацеп, который мы заводим за карниз и защелкиваем на два щелчка. С левой стороны делаем аналогичным образом. Возьмем ламельку, которая будет у вас в комплекте. Заведем ее в посадочные места у кронштейна и вставим. Выровняем его по ширине. Сделаем то же самое с нижней. Изделия сразу преобразились и приобрели достаточно привлекательный внешний вид. Если валанс нужен, ставим галочку «Валанс». Если не нужен, ставим галочку «Без валанса». Распаковка горизонтальных жалюзи Холис 25 мм, приобретенных в интернет-магазине «Жалюзник.ру». В отделениях Почты России или в транспортной компании вы получите примерно вот такую упаковку. Аккуратненько распаковывайте и доставайте свои изделия. Проверяйте тщательнее упаковку на наличие различных пакетиков с комплектующими и поворотные стержни. Еще раз посмотрим, на чего ли там у нас нет. Итак, что мы видим? Мы видим два изделия на левую створку и на правую створку. Маркированы они стикерами, на которых вы можете видеть информацию. Первая строка – это та информация, которую вы заносили в графу места установки на нашем сайте. У нас это студия левая створка и студия правая створка. Дальше идут другие характеристики изделий. Так, друзья, давайте посмотрим поближе, что тут нам пришло. Значит, мы видим поворотные стержни, ламели того же цвета, из чего состоит основное полотно жалюзи. Эти ламели используются в валансе. Идет как доп. опция. Дальше вы обо всем об этом узнаете. И два изделия – на левую створку и на правую створку. Также у нас два пакетика с комплектующими. Это кронштейны для валанса, магнит на скотч, который крепится усиленный. И еще один пакетик – это для левой створки, который мы будем устанавливать на саморезы. Кронштейны. Также для валанса два кронштейна. Еще у нас есть вот такие вот пластиковые фиксаторы нижнего отвеса. Об них я тоже отдельное видео сниму. Магниты три на десять. Левую створку мы на них будем устанавливать с саморезами. Ну и, собственно, два кронштейна. Все, больше ничего нет. Опять же, акцентирую внимание на то, проверяйте упаковку. В таком вот видео вы получите изделие. Остались вопросы в комментариях ниже. Оставайтесь с нами. Монтаж горизонтальных жалюзи системы Холис 25. Аккуратненько снимем защитную пленку. Я ускорюсь на этом моменте. Да, предварительно, если изделий много, кабинетов много, разложите изделие, ориентируясь на стикеры, к какому окну какое изделие принадлежит. И далее уже можете снимать упаковку. У нас все просто. Это изделие маленькое. Мы ложим сюда и побольше с левой стороны. Начнем с левой створки. Аккуратненько вытащите колокольчик из карниза, который установлен на веревке. Размотайте, чтобы освободить пачку ламелей. Поверните жалюзи лицом к себе. Лицо почти одинаковое. Да, обратите внимание, когда снимал пленку, вытащилась заглушка. Очень часто их можно потерять в упаковке и выкинуть в мусорку. Веревка пока у нас длинная, но она сделается короче, когда мы изделие опустим до низа. И примерно, прикиньте, как это будет выглядеть на окошке. Отложим изделие пока и возьмем наши кронштейны. Они нам нужны, так как левую створку мы будем устанавливать на саморезы. При установке кронштейнов самое главное, чтобы кронштейн, вот так вот он устанавливается, не попал у вас ни вот на эту часть, где тут внутренние механизмы, ни на поворотный стержень, иначе он у вас не ставится. Где-то, чтобы вот в этом промежутке он у вас установился. Значит, мы где-то будем вот этот кронштейн ставить в это место. Отметим места засверливания. Затем берем кронштейн. Саморез. Отвертку. И в заранее подготовленные отверстия устанавливаем кронштейн. Аналогичным образом установим второй кронштейн. Опять же, прикинем. Магнитик примагнитился. Чтобы он у нас не попал на суппорт. На этом же уровне отмечаем места сверления. И устанавливаем. Кто-то устанавливает на один саморез, чтобы сверлить поменьше дырок. Но на герметичность окон это никак не влияет. Поэтому, чтобы было надежней, мы ставим на два самореза. Так, далее. Давайте установим наше изделие. Для этого вот такие у нас здесь есть зажимы, которые закрываются и открываются. Наша задача вот за вот эти вот зацепы одеть вот эту часть карниза. То есть, вот таким образом мы одеваем и с левой стороны делаем то же самое и выровняем по ширине наш карниз, как он уже должен быть установлен и закрываем наш зажим. Да, при закрывании зажим у нас сместил изделие, поэтому мы чуть-чуть переделаем. Опять смещает. Вот таким образом. Я думаю, будет уместно рассказать, как управлять этим изделием. И почему вот у меня в данном случае стопка ламели не опускается вниз. Для того, чтобы она опустилась вниз, нужно веревку потянуть на себя и посмотреть, чтобы упал вот этот вот металлический зубчатый колесик. Вот он упал. Затем отвести веревочку от этого колесика в противоположную сторону и отпустить. Чтобы остановить изделие, поджать веревку к колесику и также отпустить. Все, изделие у нас остановилось. Давайте покажу это крупным планом. Вот у нас веревочка поджата вот к этому колесику. Вот он блестящий зубчиками. Натягиваем веревку вниз, колесик падает. Упал веревку в сторону, чтобы она не прижималась к этому колесику. Отпускаем. Изделие поехало вниз. Чтобы изделие остановить, поджали к колесику и все. Он заштопорил изделие. Изделие у нас не опускается полотно. Да, у вас могут возникнуть вопрос, почему изделие, к примеру, висит вот так неровно. Дело в том, что в управлении есть две веревочки. И каждая веревочка отвечает за определенный угол наклона изделия. От того, насколько ровно вы взяли веревочку, ровненько будет подыматься жалюзи у нас. Поняли принцип? Так, левое изделие у нас установлено, но не до конца. Давайте перейдем к правому изделию. И оно у нас устанавливается на скотч. Со скотчем тут вообще все просто. Аналогичным образом вынем колокольчик. из карниза. Размотаем. Расположим изделие лицом к себе. И опять же, прикинем, как оно у нас будет на створке. Чтобы нам определиться с местом крепления. Для того, чтобы изделие крепко держалось на скотче, обязательно обезжирьте створку ацетоном либо растворителем. Уверяю вас, если створка будет хорошо обезжирена, скотч будет держаться очень хорошо. В нашем случае на тыльной стороне карниза приклеено два маленьких кусочка скотча. В вашем случае вся вот эта вот сторона будет полностью в скотче. К чему у нас мало, потому что нам его сейчас отклеивать, этот стенд. Вы снимаете подложку для скотча и на обезжиренное окно приклеиваете ваше изделие. Я обезжиривать не буду. Приклею просто так. Тут очень важно с первого раза ровненько приклеить изделие. Потому что потом отодрать его будет очень тяжело. Не знаю, скотча мало. Как оно будет держаться. Изделие все-таки металлическое. Пламели из алюминия. Посмотрим. По-моему интересно. Так, ну вроде пока висит. Собственно, правое изделие у нас установлено. Да, вот я вижу одна ламелька у нас неровненько. И она просто не лежит на лесенке. Можно сделать это рукой вот так. Либо покрутить поворотным стержнем. Просто он у нас еще сейчас не установлен. Ну и раз мы заговорили про поворотные стержни, давайте оденем их. Одеваются они на вот этот механизм управления. Здесь есть специальное отверстие для вот этого крючочка. Поворотный стержень вот так вот делается горизонтально. Вставляется в отверстие. И защелкивается. Поворотное стержень висит. Давайте покажу покрупнее. Снимается аналогичным образом. Покрупнее. Вот оно отверстие. Вот карандашик у меня туда входит. И вот он крючочек поворотного стержня. Делаем отверстие перпендикулярно окну. Ребром к нам. Заводим крючочек. И одеваем его сюда. Опустили. Поворотным стержнем у нас осуществляется поворот ламелей. В одну сторону и в другую. Так давайте оденем поворотный стержень с обратной стороны аналогичным образом. Ламельки поставим в горизонтальное положение. Потому что возможно мы их будем поднимать. Не то что возможно. Однозначно. Так. Изделие установлено. Ну и давайте установим дополнительные принадлежности и валан. Давайте начнем с валанса. Для валанса у нас используются вот такие вот кронштейны валанса. Два штуки на одно изделие. Устанавливаются они следующим образом. Кронштейн валанса. Вот он зацеп. Одевать мы будем вот в эту область. То есть мы его поворачиваем. Поднимаем вверх. И защелкиваем на два щелчка. То же самое сделаем со вторым. Теперь в эти валансы установим наши ламели. Для чего нужен валанс? Как в данном случае изделие у нас оранжевого цвета. Изделие ламели у нас оранжевого цвета. А карнизы, какой бы цвет вы не заказали ламели, будут белые. Можете оставить так. Не заказывать валанс. А можете заказать валанс. И в дополнение к кронштейнам валанса у вас придут ламели. Те же самые из чего сделано полотно жалюзи. Они прикрывают именно карниз, который у вас в белом цвете. Также это актуально будет, если у вас профиль пластикового окна, к примеру, ламинирован под дерево. Вы заказываете ламели, выполненные под дерево. И вам нужно прикрыть белый карниз. В кронштейнах для валанса есть два посадочных места для двух ламелей. Также одну нижнюю ламель мы подгибаем. Выравниваем по ширине. Вставляем в один кронштейн и вставляем в другой кронштейн. Сейчас я покажу, как это ставить на верхнюю часть. Берем ламель. Вставляем оно в посадочное отверстие за вот этой планкой, не видать. И вставляем ее в валанс. Все, по ширине выровняли. Аналогичным образом поступим с обратной стороны. И заведем ее в кронштейн. Валанс у нас установлен. И изделие у нас стало выглядеть более симпатично. Давайте установим на правую створку валанс. Также оденем кронштейны на два щелчка. Но ламельки будем устанавливать немножко другим способом. Мы их будем просто сбоку заводить. Посадочные отверстия. Это на тот случай, если вы боитесь помять их при установке. Завели одну. Выровняли. Берем другую. Все. Выровняли. Баланс у нас установлен. Нижнюю планку левой створки мы решили зафиксировать с помощью магнитов. Вообще для чего фиксировать нижнюю планку. Я покажу на открывной створке. Но то же самое относится и глухой створке. Если вы откроете створку. Особенно на проветривание. Изделие у вас будет провисать. Вот таким образом. То есть оно будет находиться перпендикулярно полу. Для того, чтобы этого не происходило, существуют три варианта фиксации нижнего отвеса. Это маленькие вот такие магниты 3х10. 3х10 это их размер. Ребро у них 3 миллиметра. И диаметр 10 миллиметров. Их вот на такие, на стандартной створке идет два штуки. Если изделие пошире, три штуки ставится. Если вы их закажете, то они будут у вас в комплекте. Вы можете сказать, зачем нам нужны магниты на глухой створке. Неоднократно уже такое в нашей практике было. Потом люди перезванивают и говорят. Ребята, у меня окно ночью, летом, тепло открыто на проветривание. На улице ветер. И происходит вот такое вот движение всю ночь. То есть люди слушают вот этот вот стук от сквозняка. Магнитики фиксируют нижнюю планку в нижней части изделия. И как бы она не болтается, висит себе спокойно. Давайте установим магнитики на левую часть нашей створки. Приподнимем полотно, чтобы оно нам не мешалось. Для начала давайте поймем, где у нас будет нижняя планка жалюзи. Магниты должны быть установлены на уровне нижнего отвеса. Нижний отвес стальной. Он магнитится будет к магнитам. Поэтому магниты будем устанавливать где-то на этом уровне. Поднимем вверх полотно. Зафиксируем его, чтобы оно нам не мешалось. Мы поставили отметку, что будем магниты ставить здесь. Но так как мы уже ставили, у нас есть готовое отверстие, когда монтировали рулонные шторы. В нашем случае мы смонтируем их старые отверстия, а вы уже сделаете по своей метке. Она чуть-чуть пониже. Для этого возьмем саморез. Он меньше, нежели те, на которые мы ставили кронштейны. Ставим его в наш магнит. И закрутим. У нас уже готовое отверстие. Вы сделаете свое. Очень внимательно будьте, не перетягивайте саморез. Магнит, изделие хрупкое. Он просто может лопнуть на несколько частей. Лучше это делать с ручной отверткой, если опыта мало. Аналогичным образом смонтируем второй магнитик. Все, магнитики у нас не болтаются, подтянутые. И что у нас происходит в этом случае? Опуская полотно изделие вниз, магнитная планка у нас примагнитилась с магнитом. Также можно поворачивать. Магнитная планка у нас на магнитах. Чем удобны магниты 3х10? При подъеме полотна горизонтальных жалюзи вверх, вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Вы просто тянете за веревку управления. И также вниз. Опустив веревку управления, нижняя планка сама примагничивается к магнитам. В отличие от пластиковых креплений, об этом мы поговорим чуть попозже. Так, магниты на левую створку мы установили. На правую створку, так как мы решили, что сверлить ничего не будем. Давайте установим усиленный магнит для горизонтальных жалюзи. Он всегда только может быть в белом цвете. Соответственно, устанавливать его имеет смысл, когда у вас белый профиль пластикового окна. И устанавливать он также на двухсторонний скотч. Для этого также отметим места крепления нижнего магнита. Приложим магнит или примагнитим его на нижний отвес. Выровняем его посередине. И обведем места крепления. Все. Отсоединим магнит. Поднимем полотно в жалюзи вверх. Затем, также напомню вам, не забудьте обезжирить место установки магнита. Отклеиваем подложку скотча на магните. И аккуратненько, ровненько приклеиваем его на отмеченные места. Все. Магнит держится очень прочно. Все. Штора у нас примагничивается к магниту. В результате, что мы получили? При открывании жалюзи на проветривание. Ламельки руками не задевайте. Полотно изделия у нас находится параллельно створке. Середина, конечно, немножко провисает, но все же оно не болтается. И также при открывании створки на распашку изделие у нас в нижней части зафиксировано. Магнит не мешает повороту ламелей. Магнит на скотч достаточно крепко держит полотно изделие. Достаточно мощный. И его достаточно одной штуки на одно изделие. Если изделие, конечно, стандартных размеров. Если изделие широкое, где-то начиная от метра. В этом случае мы вам положим два магнита на скотч, если вы отметите именно этот пункт. Друзья, и осталось нам смонтировать вот такие вот пластиковые фиксаторы. Для того, чтобы наглядно вам было, магниты я убрал с левой створки. А будем вместо магнитов устанавливать пластиковые фиксаторы. Так, первым делом комплект состоит два кронштейна и две вот таких маленьких цилиндрика. Не знаю, как они называются. Вот эти цилиндрики вставляем с торцевой стороны в нижний отвес, в отверстие. Здесь вот есть отверстие и цилиндрик куда просто вставляется. Вот таким образом. С обратной стороны сделаем то же самое. Так, затем нам нужно определить место установки кронштейнов. Опустим штору в конечное нижнее положение и приложим наш кронштейн. Оденем его вот этой выемкой в цилиндрик. Вот таким образом. Отметим угол, где он у нас должен стоять. Затем поднимем полотно изделие вверх. Зафиксируем. Вот она наша отметка. Выставляем кронштейн по этой отметке. И отмечаем карандашиком, где у нас будет установлен саморез. Саморез у нас будет вкручиваться вот в это место. Берем шуруповерты. Засверливаем отверстие. Вкручиваем саморез. Но саморез вкручиваем не до конца. Чтобы у нас одевался кронштейн на него вот таким вот. образом одевался кронштейн. Можно чуть-чуть подтянуть слабовато. Вот кронштейн оделся туго. Все. Правый кронштейн у нас установлен. Аналогичным образом установим кронштейн с левой стороны. Опустим шторку. Заведем ее в установленный кронштейн. Наш цилиндр. Приложим кронштейн, одев его на цилиндрик. Отметим угол установки кронштейна. Предварительно вынув цилиндрик из кронштейна. Поднимем штору вверх. Выставим кронштейн на отмеченное место. И отметим место отверстия. Здесь вот у нас будет отверстие. Засверлим. Опять же не до конца вкручиваем саморез и одеваем кронштейн. Все. Кронштейн у нас установлен. Теперь, чтобы нам зафиксировать нижний отвес, опускаем изделие до конца вниз. Заводим цилиндр. Сначала я вставлю его в левый кронштейн. Правый заводим внутрь. И вставляем его в посадочное место. Все. Теперь нижняя планка у нас надежно зафиксирована. Аналогичным образом, если нужно нам поднять все полотно ламелей, то мы надавливаем на нижний отвес в сторону окна. Вытаскиваем из кронштейна. Все. Изделие у нас свободно. Зафиксируем наше изделие обратно. И посмотрим. Изделием также свободно можно управлять. Оно у нас надежно внизу зафиксировано. Но в чем заключается неудобство? Для того, чтобы поднять полотно, вы его не сможете поднять, пока не освободите нижнюю планку. Освобождается она легким нажатием на нижний отвес. И затем уже можно поднимать изделие. И также достаточно быстро устанавливается это на место. Заказывать такие пластиковые фиксаторы имеет место в том случае, если вы не планируете часто поднимать все полотно изделие вверх. А регулировать просвет только поворотом ламелей. В общем-то, тут хорошо видно и через ламели будет улицу. Также можно ламельку наклонить, посмотреть. А поднимать изделие только в случае необходимости. К примеру, для того, когда нужно помыть окно. Друзья, монтаж моих горизонтальных жалюзи Холис 25 закончен. Какие жалюзи будут у вас решать вам. Наш магазин изготовит изделие под ваши размеры и отправит продукцию в любую точку Российской Федерации. Подписывайтесь на канал. Вопросы в комментариях ниже. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Демонтаж горизонтальных жалюзи системы Холис с шириной ламелей 25 мм. Изделия были куплены в интернет-магазине Жалюзник. Изготовлены под размеры нашего стенда. Адрес магазина Жалюзник.ру Так, давайте сделаем это быстро. И начнем мы с доп опции, которая у нас здесь установлена. Это валанс. Валанс прикрывает у нас карниз, который может быть только в белом цвете. Вынули ламельки. Того же цвета, из чего состоит основное полотно жалюзи. И снимаем кронштейны валанса. Просто поднимая их вверх. Немножко прокручивая. Так, снимем валанс с левой створки. Ламелька раз. Ламелька два. Кронштейн валанса раз. Кронштейн валанса два. Снимем поворотный стержень. Поворотный стержень снят. Левая створка у нас установлена на саморезы с использованием кронштейнов. А в нижней части отвес горизонтальных жалюзи зафиксирован с помощью пластиковых фиксаторов. Освободили нижний отвес из фиксаторов. Открыв кронштейны. Повернув вот такие вот штучки, давайте покажу покрупнее. У кронштейнов есть вот такая вот лапка. И, подзевая вот за этот язычок, мы их вот так вот открываем. Аналогичную манипуляцию произведем с левым кронштейном. Все, карниз у нас уже свободен там. Просто его снимаем. За веревку поднимаем полотно вверх. И можно скрутить его, чтобы не распутался. Отвес веревки спрячем внутрь кронштейна. Снимем кронштейны. Выкрутим два самореза. Кронштейн у нас снятый. После установки остались вот такие вот отверстия. Эти отверстия можно заделать с помощью космофена. Об этом я сниму подробное видео чуть позже. Снимем левый кронштейн. Отверстия также остались. Внизу остались у нас пластиковые крепления. Снять их можно не выкручивая саморезов. Сняли фиксаторы. Выкрутим саморезы. Также у нас остались отверстия. Правая створка у нас была установлена на двухсторонний скотч. Скотча в нашем случае было мало. Так как мы знали, что мы будем их демонтировать достаточно скоро. У вас же, если вы заказывали изделие в нашем интернет-магазине, скотча будет достаточно много. И снимать вам будет несколько тяжелее. Для этого берем резак, засовываем за карниз и начинаем аккуратненько подрезать скотч, стараясь не повредить раму пластикового окна. Скотч подрезали. Как вы видите, была закреплена всего в двух местах. Скотч достаточно мощный. Аналогичным образом смотаем изделие. И осталось нам снять магнит. Также заводим резак за магнит и срезаем скотч аккуратненько. Все, магнит снят. Как вы можете видеть, правая створка у нас была и карниз, и фиксатор нижнего отвеса установлены на двухсторонний скотч. В ней не осталось никаких отверстий. Осталось только оттереть скотч. Это проще сделать с использованием растворителя и какой-то ветоши. Да, немножко придется приложить усилий, но все, в общем-то, створка останется почти в первоначальном виде. Левая же створка у нас присутствует отверстие после установки горизонтальных жалюзи Holis 25. Остались вопросы в комментариях ниже. Подписывайтесь. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok